В Ак-Тубе жители вот этих двух ветких бараков требуют признать их жилье аварийным. Дома, по словам людей, находятся в плачевном состоянии. Уже несколько лет нет элементарных благ цивилизации. А ведь живут здесь в основном малообеспеченные семьи и пенсионеры. Оставаться в таких условиях уже невозможно. Но и пойти, опять же, некуда. Жалобы людей выслушали мои коллеги. Семья булавпека Тури-Муратова уже 20 лет живет в этой маленькой комнате в 12 квадратных метров. Здесь и кухня, и ванна, и спальная. Мужчина сделал отдельную комнату для дочери-инвалида. Он рассказывает, что стены собрал из фанеры. Щели заделал монтажной пеной. Но это, конечно же, всех проблем не решило. Особенно очень холодно зимой. Стены тонкие и продуваются. Отопление есть, но комната не успевает прогреваться. Мы зимой стены картоном обшиваем. Дом очень старый. Жить здесь невозможно. У меня трое детей, один из которых инвалид. Они постоянно болеют. Деревянное общежитие построили еще 40 лет назад для ученых-геологов. На время откомандированных в Октябрьскую область. После сюда заселили малообеспеченные семьи. Их заверили, что это временное решение. И они обязательно получат квартиры. Немного позднее. Но обещания затянулись на годы. И счет пошел уже на десятилетия. Сегодня в этих общежитиях проживают 36 семей. Жейна Гулька, большая мать-одиночка. У нее двое детей. Женщина жалуется, что в комнате сыра. Окна не открываются. А с недавних пор прохудилась кровля. Мне никто не помогает. В доме нет мужчины. Каждый сезон преподносит свои сюрпризы. Зимой ужасные холода. Весной и осенью в доме вода. Летом духота. В этом общежитии столько лет живем. Нет условий. Но больше всего неудобств доставляет уличные туалеты. Во дворе стоит смрад. А летом люди страдают от нашествия насекомых. Жители не раз обращались в Акимат. У них на руках есть даже экспертное заключение, в котором говорится, что эти дома непригодны для проживания. Но ответа пока они не дождались. В Акимате нам пояснили, что готовы помочь. И даже рады бы переселить эти семьи в новые дома. Но вся проблема в том, что у людей нет документов, подтверждающих право их собственности на эти квадратные метры. И как только люди решат проблемы с бумагами, так и городские власти помогут с новым жильем. У них на руках сейчас не имеется земельного акта. Мы вот со своей стороны, как жители, к нам обратились. Мы запросили в БТИ запрос, чтобы они нам предоставили копию документов. Мы на сегодняшний день получили копию этих паспорта. Теперь жителям остается изготовить земельный акт. После этого они идут в юстицию и зарегистрируют дом, как объект кондоминиума. После этого будут уже Акимат рассматривать. Похоже, действительно, ход теперь за жильцами. Мы будем следить за этой историей и обязательно расскажем, чем она закончится.